Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я Роскультур Субега Габайула, преподаватель кафедры информационно-коммуникационной технологии. Сегодняшняя тема нашей лабораторной работы это разработка структуры баз данных, создание таблиц, запросов, создание форм, а также работа с реляционной базой данных MySQL. К тому же администрирование баз данных MySQL с помощью PHP MyAdmin. Основная цель нашей лабораторной работы это умение создавать базы данных, новые базы данных, то есть точнее таблицы, также запросы, шаблоны, макросы и работать с базами данных. Цель нашего обучения это изучение данной темы, в первую очередь создание таблицы. Таблицы это основная часть любой базы данных. К тому же работа с таблицами, создание запросов, создание конструкторов, создание форм, также создание отчетов, понять, что такое отчеты, понять, что такое форма и так далее. Для начала мы выясним, что такое Microsoft Access. Microsoft Access это реляционная система управления базой данных корпорацией Microsoft, то есть благодаря базе, которому мы создаем нашу базу данных. То есть сейчас 21 век, технологии активно развиваются, каждая организация имеет свою базу данных, то есть без этого мы не можем работать в каких-нибудь организациях без базы данных. То есть база данных это основная часть любой организации. Там хранятся и сотрудники, и данные о работе, данные об организации и так далее. В первую очередь для создания базы данных мы заходим в Microsoft Office и оттуда зайдем в Microsoft Access. Microsoft Access это просто одна из частей Microsoft Office, так же как и Word или Excel. Просто заходим в Microsoft Office и оттуда заходим в Microsoft Access и у нас открывается вот такая окошко, рисунок первый и создаем базу данных. То есть просто кликаем левой кнопкой мыши на создание базы данных. И на втором рисунке у нас появится такая окошко название базы данных. То есть мы вводим имя базы данных, определяем файл и файл будет иметь расширение ISS. Создаем базу данных, например, я создал базу данных сеть кинотеатров. То есть чтобы создать базу данных, главное заходить в Access и создать базу данных. К тому же мы задаем имя файла и затем у нас выходит такая таблица. Так, в рисунке третий я заполнил, например, нашу таблицу и дал название таблицы. Я дал название таблицы кинотеатр. То есть внутри кинотеатра я написал туда, например, сеансы фильмов, сцена фильмов, время, зал и так далее. В четвертом рисунке мы обязательно меняем конструктор нашей базы данных, потому что это основная часть, без которой мы не можем создавать запросы. То есть для этого мы просто кликаем левой кнопкой мыши на таблицу и выбираем оттуда конструктор. Это называется режим таблицы. Так, на пятом рисунке мы заходим в конструктор и оттуда меняем типы данных. Например, если у нас зал, как зал, у нас поле зал, получается мы туда пишем цифры. Это получается у нас числовой база, числовой тип данных. Если у нас, например, цена, это означает деньги, цена это же деньги, получается там тип данных мы меняем на денежный и так далее. И рисунок шестой, мы создаем конструктор запросов. Для этого мы заходим, как вы видите на шестом рисунке, создание конструкции запросов, сверху правый угол. Так, для начала мы узнаем, что такое операторы в запросах. Существует несколько видов операторов для создания запросов. Первый это оператор select. Select с английского переводится как выбрать. То есть мы выбираем просто определенное поле с помощью select. Следующий у нас идет, например, from. From всегда пишется перед названием таблицы. То есть from переводится как откуда. То есть мы берем из какой таблицы. Мы определяем, откуда берется у нас данные. Так, следующее можно сказать, это, например, where. Where, она просто определяет условия. В следующих рисунках я вам покажу, как это работает на самом деле. Так, седьмой рисунок это запрос таблицы баз данных. Для этого мы пишем туда, например, мы меняем для этого режим. В конструкторе запросов мы пишем туда select звездочка from кинотеатр. Что означает select? То есть select звездочка означает, звездочка означает это все поля. То есть мы можем туда писать select, например, цена или же зал. Но я написал select, то есть я выбираю все поля. Select звездочка и from кинотеатр. From кинотеатр означает откуда. Берем таблицы из кинотеатра, то есть from кинотеатр. From означает откуда. И выполняем данных. Для того, чтобы выполнять запрос, мы заходим просто, как вы видите, на восьмом рисунке «Выполнять запрос». Там есть восклицательный знак «Выполнить». Мы просто кликаем на него и получаем результат. То есть на восьмом рисунке я получил свой результат. Это результат запроса. То есть я хотел выводить через запрос мою таблицу «Кинотеатр». «Кинотеатр». Так, девятый рисунок. Я, например, не только хочу выводить просто таблицу, а хочу с условий выводить. Например, «Селект звездочка фром кинотеатр». Мы это уже выяснили. И дальше я создаю условия. Для этого мы пишем «Оператор Вэря», как я сказал ранее. И цена выше 1800 рублей, например. То есть запрос нам должен был выводить именно те фильмы, которые превышают цену 1800 рублей. Как вы видите, на десятом рисунке у нас запрос выводил только те фильмы, которые превышают 1800 рублей. Это два фильма, как вы видите. Это результат запроса и рисунок десятый. То есть запрос может предоставлять собой обращение к данным для получения определенной информации. То есть если в каждой организации существует огромная база данных, это называется большая база данных, огромная база данных существует, без запросов мы не можем найти нам нужную определенную информацию из всех этих хаосных баз данных. Так, в заключении можно сказать, акцесс это функционально полный реляционный СУБД. СУБД это система управления баз данных, в ней предусмотрен все необходимые средства для поиска данных или для фильтрации данных и так далее. Баз данных в системе управления используется везде, в торговле, в медицине, в криминалистике, в искусстве, также в разных, например, в сайтах аэропорта и так далее. На этом у нас лабораторная работа заканчивается. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует...